Всем привет! В этом уроке мы узнаем о такой полезной штуке как Пропер. Пропер это компилятор, который превращает наши браши не в БСП карты, а в игровые модели типа МДЛ. Итак, первым делом мы должны настроить конфигуратор и компилятор. Чтобы понять как это сделать, переходите по ссылке под этим видео на мою статью по настройке Пропер под Глобал Оффенсив. Начнем! Первым делом мы создаем нашу модель из нескольких брашей и группируем их. Далее мы превращаем группу в новую для нас Entity Proper Model. Смотрим на незнакомые нам свойства. Model Name. Здесь мы указываем расположение модели и ее название. Props Generated Prop. Material Path. Тут указывается путь к текстурам. Внимание! Пропер работает только с распакованным контентом. А это значит, что текстуры, которые вы будете использовать для создания модели, должны лежать в папке Material, а не в архивах. Идем дальше. Surface Property. Из чего сделана модель? Металл, камень, пластик и так далее. Physic Mesh. Тут у нас есть три варианта действий. Знаете вы или нет? Если не знаете, я вам скажу. Первый. Ничего не вписывать, и мы получим модель без коллизии. Второй. Вписать имя самой же Proper Model, и мы получим модель с коллизией, точно повторяющей наши фейсы. Ну и третий вариант. Мы создаем Fun Brush, покрытый текстурой Node Drive, и помещаем его внутрь нашей модели. Вписываем сюда его имя, и получаем модель с коллизией этого браша. Concave Colgain. Если выбираем Node, коллизия будет только на внешних фейсах модели, но не внутри ее. Smoothing Mode. Режим сглаживания. Сглаживание. 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 Сглаживание, выбранное в Хаммере вручную. Source Folder. Папка с исходниками модели. Smoothing Threshold. Угол сглаживания от 0 до 180. Snap to Grid. Привязка к сетке Хаммера. Welding Threshold. Точность выравнивания модели под сетку редактора. Auto Center. Автоматически выбирает якорную точку в центре модели. Disable Normal Mapping отключает нормали материала на вашей модели. Don't Wore Displacement Texture. Неработающее свойство, так как Пропер не поддерживает работу с дисплейсментами. Ну вот и все. Теперь вы просто компилируете модель и смотрите на результаты. Благодарю за понимание, за внимание, на сегодня все. А в новом уроке мы продолжим наше знакомство с инструментами Пропера. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь или помогите донатам.